Всем привет! С вами канал Супер Андроид. Это видео для владельцев Android 9 и 10. Дело в том, что на наших смартфонах есть по меню питания дополнительная кнопка, которая выглядит следующим образом. То есть при нажатии кнопки питания у вас появляется дополнительное меню, где можно выключить, перезагрузить смартфон и кнопка блокировки. Что делает эта кнопка? Она позволит вам отключить все биометрические датчики, отключить уведомления на смартфоне и отключить устройства, при которых смартфон не блокируется, если задействована функция Smart Lock. Smart Lock, я думаю, все знают, что это такое. Кто подключал Bluetooth наушники, колонки, всевозможные другие Bluetooth устройства, появляется функция Smart Lock, который активировав, вы получаете возможность, чтобы смартфон не блокировался, пока устройство подключено к периферийному устройству. То есть, как я уже говорил, это Bluetooth наушники, колонки, в общем, всевозможные гаджеты для управления с вашим Android устройством. Итак, у вас активирована функция показ уведомлений, активирована функция Face ID, активирована разблокировка по сканеру отпечатков пальцев. То есть, ваш смартфон полностью в рабочем состоянии. Но иногда возникает такая необходимость, которая моментально вызывает желание заблокировать смартфон, так, чтобы никакие уведомления, никакие смарт-локи, никакие биометрические датчики, в том числе и разблокировка по лицу, разблокировка по сканеру отпечатков пальцев, не срабатывали. То есть, вы где-то оставляете смартфон в пределах офиса и, возможно, ваши сослуживцы, ваши друзья, близкие, в общем, в случае, может быть, огромнейшее количество просто смогут почитать уведомления, которое поступило на ваш смартфон. Так вот, эта кнопка позволит вам заблокировать ваш смартфон и заблокировать его так, чтобы на смартфон не поступали никакие уведомления, не срабатывала функция Smart Lock. И разблокировка смартфона может быть осуществлена только при помощи ввода графического ключа, ну и, соответственно, пин-кода, который вы устанавливаете при активации дополнительных блокировок как защиты. То есть, по сканеру отпечатков пальцев, по Face ID смартфон разблокироваться не будет. Необходимо будет или же ввести графический ключ, или же пин-код. Если этой кнопки нет, у вас есть, да, кстати, срабатывает это только на один раз, то есть, вы заблокировали. После разблокировки обычная блокировка не будет задействовать эту функцию. Вам нужно будет блокировать смартфон. Если вы хотите, опять-таки, полностью заблокировать его только при помощи этой кнопки. Если эта кнопка у вас не активна, вы можете ее включить. Для этого необходимо пойти в настройки вашего смартфона. Далее, перейти в настройки экрана, выбрать вкладку дополнительно. Здесь пролистать до вкладки на заблокированном экране. И отсюда включить, добавить кнопку блокировки. Если я эту кнопку сейчас выключу, то есть, как по умолчанию у вас, тогда при нажатии питания эта кнопка появляться не будет. Как видите, ее нет. Если же вы активируете, появится эта кнопка. И здесь, соответственно, все настройки, о которых я говорил. То есть, на заблокированном экране будут отключены биометрические датчики, уведомления и все остальные функции, которые доступны. Вот такое вот коротенькое видео, которое позволит вам блокировать ваш смартфон при помощи кнопки питания с отключением всех биометрических датчиков на короткое время, а то есть, на один раз. То есть, как я уже сказал, при следующей блокировке это отрабатывать не будет. Вот, наверное, и все. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok